Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЖТСУ. С вами Панау Симбекова, сурдоперевод Айгуль Стамбековой. В начале выпуска коротко о самом главном. Завтра будет тепло. В Алматинской области начинается отопительный сезон. Дорожная карта в помощь. Новые объекты на пользу населению открылись в Кирбулакском районе. Осень жизни, как и осень года. Пожилые люди принимают поздравления. Погода в доме. По поручению Акима Алматинской области с сегодняшнего дня все социальные объекты региона подключены к отоплению. А уже завтра тепло начнет поступать в жилые дома. Всего в этом году на подготовку к отопительному сезону выделено порядка 16 миллиардов тенге. Результаты проделанных работ и готовность теплоснабжающих предприятий сегодня обсудили на селекторном совещании под председательством первого заместителя Акима Алматинской области. Подготовка к отопительному сезону в Алматинской области началась еще в апреле. Чтобы все прошло без сучка и без задоринки, во всех районах и городах ЖТСУ были созданы специальные комиссии, которые мониторили ход работ. На сегодняшний день рабочими группами обследованы все многоэтажные дома региона. В целом по городу Талдыкурган 753 многоэтажных жилых домов. Из них к центральному отоплению подключены у нас 728 многоэтажных жилых домов, а остальные 25 домов это сами на отдельном печном отоплении. На сегодняшний день к отопительному сезону по городу Талдыкурган все многоэтажные жилые дома 100% готовы на 2020-2021 годы по отопительному сезону. О готовности к отопительному сезону говорят не только в областном центре, но и во всех районах и городах области. В ходе селекторного совещания руководители регионов доложили о проведенных работах. В целом по области капитальный и текущий ремонт прошли все котельные. Всего их 35. 11 из общего числа работают на газе. В скором времени еще 4 котельные перейдут на голубое топливо. В целом эксплуатация котельных, использующих газ, приносит не только огромную пользу в экологическом плане, но и положительно отражается на экономике региона, говорят специалисты. В прошлом году мы перевели котельную Коксу. У нас 236 миллионов мы экономию бюджетных средств получили за счет этого. В этом году сейчас у нас по расчетам где-то порядка 500-600 миллионов. В целом, если рассказать, у нас 742 населенных пункта, из них 474 населенных пункта подлежат газификации. Сейчас у нас 142 населенных пункта у нас газифицированы, то есть 33%. В текущем году в рамках дорожной карты занятости у нас реализуется 7 проектов. Благодаря проводимым работам заметно экономят и потребители. Плассервисом исполняется тарифная смета, обязана. Однако по представленному отчету за 2019 год было установлено недоисполнение статей затрат, в связи с чем был введен временный компенсирующий тариф на сумму около 42 миллионов. Это привело к снижению общего тарифа. По Алматинской области хотелось бы отметить, что на 2020 и 2021 года по группе потребителей населения рост тарифа не прогнозируется. На всех энергопредприятиях сформирован запас топлива. Есть чем топить и жителям частного сектора. По словам руководителя управления энергетики и ЖКХ, потребность угля для населения составляет более 1 миллиона 300 тысяч тонн. На сегодняшний день 70% уже заготовлено. Ажиотажей и спекуляций нет, заявили уполномоченные лица. Средняя цена по области у нас 13-14 тысяч по области. Но, конечно же, есть те регионы, в которых у нас нет ЖД-сообщения. За счет того, что у нас там транспортная логистика и уголь доставляется грузовыми машинами, у нас, например, в Сарканском, Аксусском районах, Вимбиш-Казахском районах, цена достигает до 18-19 тысяч. Но у нас по сравнению с прошлыми годами цена не возросла, то есть она стоит на одном уровне. В целом, к отопительному сезону Алматинская область полностью готова, заявляют представители управления энергетики и ЖКХ. В связи с этим все социальные объекты региона подключены к отоплению. А уже завтра тепло начнет поступать в многоэтажный сектор. Спорт в массы. В Кирбулакском районе состоялось открытие сразу трех соцобъектов. Стадион на 265 мест, спортивная площадка и новая аллея. Все они реализованы в рамках дорожной карты занятости 2020. Открытие стадиона – долгожданное событие для жителей села Кугалы. Много лет спортобъект был в недодлежащем состоянии. На его реконструкцию затрачено 58 миллионов тенге. Объект претерпел большие изменения. Появились трибуны на 265 мест. Беговая дорожка, изменился общий вид. В 2020 году по Кирбулакскому району был проведен текущий ремонт центрального стадиона поселка Кугалы. По дорожной карте занятости 2020. Было выделено областью 58 миллионов. Из них освоено все 100%. По Кирбулакскому району систематически спортом занимается 31,5%, а по поселку Кугалы – 30%. Открытие стадиона – большая радость для спорткомьюнити села Кугалы. Здесь спортивная и талантливая молодежь может заниматься сразу несколькими видами спорта. В их числе футбол, баскетбол, волейбол и спортивная атлетика. Открытие стадиона для нас большое событие. Мы с нетерпением ждали его открытия. Вчера приехали из Шимкента с чемпионата по футболу. Были в тройке призеров. Теперь у нас есть возможность самим проводить спортивные мероприятия, так как появились трибуны для зрителей. Будем усердно тренироваться и достигать новых вершин. Благо, новый стадион это позволяет. Этот день ознаменовался для жителей села Кугалы еще одним радостным событием. Возле сельского Акимата открылся мини-парк. Теперь у сельчан есть место проведения – досуга. Как видно на кадрах, новый объект пользуется большой популярностью у местной ребятни и их родителей. Здесь очень красивые качели. Быстро можно кататься. Я здесь нашла друзей много. Я сюда прихожу очень часто. Когда я у дедушки спрашиваю, он мне разрешает, я сюда прихожу. Иногда при школе, иногда вместе с дедушкой. Мы очень рады, что в нашем селе Кугалах наконец-то построили такой классный парк. Потому что нашим детям некуда было выходить до этого. А это развитие. Им теперь есть куда прийти, поиграть. У меня младшая дочка, ей два года. Она тоже сюда просится. Большое спасибо за такой красивый парк. Спортивная площадка на окраине села стала еще одним подарком кугалинцам от руководства района. Атлетические снаряды, мячи, огражденные футбольное поле с тартановым покрытием. Словом, есть все самое необходимое. Таким образом, в селе уделяется огромное внимание развитию спорта среди молодежи и формированию здорового образа жизни в широких массах. Делится Ким Когалы. Защиту бизнеса и его сопровождение обеспечивает антикоррупционная служба. Национальная компания «Казахинвест», агентство по противодействию коррупции и палата предпринимателей от Амикены реализуют совместный проект «Protecting Business and Investments». Ранее он был презентован президенту страны и нашел поддержку главы государства. И рассматривая Куксуще Кер как одно из крупных и стратегически важных бизнес-формирований области, в рамках проекта между антикоррупционной службой и руководством Куксуского сахарного завода подписан меморандум. Согласно документу, антикоррупционное ведомство будет отслеживать препятствия свободному ведению бизнеса в виде искусственных барьеров и волокиту в получении субсидий или других механизмов государственной поддержки бизнес-формирования. По словам специалистов, при поддержке антикоррупционного ведомства в данное время реализуются 43 бизнес-проекта, инвестиционный фонд которых превышает 630 миллиардов тенге. Большинство проблем, которые поступают у нас в вопрос, это при получении государственных услуг со стороны услугодателей, то есть это государственные органы, квази-государственный сектор, есть и правоохранительная служба, которая оказывает услуги. Здесь со стороны услугодателей создаются искусственные барьеры. Это было уже неоднократно сказано, в результате которого бизнесмену или, скажем, бизнес-сообществу создаются искусственные проблемы. Чтобы это разрешать, мы все это совместно с местным исполнительным органом, с соответствующим полномочным органам берем на контроль и стараемся, чтобы они разрешены были в рамках регламента и всех стандартов, требований. В тройке лидеров по итогам предварительного голосования в праймерии Салматинской области возглавила тройку лидеров. В нее также вошли Восточно-Казахстанская и Павлодарская области. В первый день в Алматинской области по состоянию на 15.00 часов 1 октября зарегистрировано свыше 8,5 тысяч голосов. Всего сформировано 315 избирательных участков, в том числе 228 онлайн. Процесс проходит в интерактивном режиме и продлится до 14.00 часов 3 октября. В завершающий день будет проведено также голосование с использованием бумажных пюллетеней. Право голоса на внутрипартийных выборах имеют только члены партии Нур-Отан. В Алматинской области в праймерис приняли участие 1047 кандидатов. В настоящий момент на один мандат претендует сразу три человека. Напомним, цель праймерис – формирование эффективного депутатского корпуса в Маслихат и мажорист парламента Республики Казахстан. На следующий год по Конституции у нас будут проходить выборы Маслихат и Маслихаты всех уровней. У нас имеется сейчас 360 мандатов на седьмом созове. И с резервами мы себе выбираем самых лучших, самых активных, креативных, принципиальных, с новыми идеями люди, которые будут в данное время проводить агитационную работу, наши кандидаты. Из этих 1047 мы выберем 760 членов партии. Казахстан только на 47% обеспечивает себя сахаром. Причина одна – местные предприниматели сталкиваются с нехваткой сырья. Из года в год сахарная отрасль Республики сталкивается с одной и той же проблемой – высокая доля импорта. Основные поставщики – Россия и Беларусь. Если в прошлом году посевная площадь составляла 15 тысяч гектаров, то в этом году почти 19 тысяч гектаров. Большая часть приходится на Алматинскую область. Тем временем казахстанские предприятия постепенно приступают к новому сезону. Практически на всех заводах сейчас принимают свеклу. Фермеры еще не собрали весь урожай с учетом климатических условий и проблемами с подачей воды. Аграрии надеются получить урожай на уровне прошлого года. Это почти 253 тысячи тонн. Новые автомобили скорой помощи пополнили парк медучреждений Актюбинской области. Аким области Огдасан Уразалин вручил ключи от машин скорой помощи 19 медицинским учреждениям районов и Актюбе. Специализированный транспорт был закуплен в целях повышения уровня готовности медучреждений к борьбе со вспышками инфекционных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекцией COVID-19. Машины скорой помощи были переданы четырем поликлиникам города Актюбе и центральным больницам 10 районов области. Сотни лошадей погибли от неизвестного вируса в Казалардинской области. Владельцы скота просят у государства компенсацию. Крестьяне утверждают, что падеж начался еще в августе. С их слов, в среднем животное около 10 дней не ест, худеет, а затем погибает. Лечение оказывается безрезультатным. Весслужбе заявили, что причиной гибели скота являются личинки желудочного овода. Они попадают на животное, когда те пасутся в степи. Официально болезнь гастрофилез подтвердили в четырех районах Казалардинской области. Она относится к паразитарным. Мероприятия против болезни проводятся за счет владельцев лошадей. Добрый и светлый праздник. Ежегодно в первый день октября во всем мире отмечается как Международный день пожилых. Хорошую традицию дарить пенсионерам внимание и заботу стремятся поддерживать везде. Не остались в стороне и нуротановцы. А в этот день они побывали в доме пожилых талдыкурганцев. «Старые люди имеют право поучать, советовать. Умей уважать это моральное право», – писал Сухомлинский. Словами педагога-новатора встретила волонтеров труженик тыла – талдыкурганка Галина Петушенко. Как говорит она, кто-то должен поучать молодых, ведь мудрые слова старших никогда вреда никому не приносили. Растроганная заботой Галина Павловна поблагодарила всех за внимание и уважение. «Благодарю вас и благодарю руководство, которое все-таки не оставляет нас без внимания. Дай вам, Бог, добра, счастья, благополучия, и чтобы еще лучше Казахстан нас становился, чтобы болезнь уходила от всех людей, чтобы сопутствовала только доброта и счастье». Забота и тепло души – это вдвойне приятно. В прохладные октябрьские деньки говорят и другие пожилые жители города. На сегодня волонтеры оказали самую нужную помощь – 800 ветеранам. «Каждая организация старается в этот день уделить внимание своим ветеранам, поздравить их. Очень много благодарительных мероприятий проводится в этот день. Мы сами уже во многих из них участвовали. Между Жасатаном и областным советом ветеранов подписан меморандум, в рамках которого очень объемную работу ведут волонтеры». Пожилые нуждающиеся люди в нашей стране получают дополнительную помощь государства в виде санаторно-курортного лечения. Из областного бюджета на это выделено 557 миллионов тенге. Бесплатными путевками обеспечены более 5000 человек. «В Алматинской области действуют все социальные программы по отношению пожилым людям. Мы финансируем с местного бюджета социальных работников, которые помогают нашим старейшинам, пожилым людям в таких даже простых вещах, привезти продукты, продовольственные, непродовольственные, занести воду домой, затопить печь, принести лекарственные средства». На сегодня в Алматинской области проживают 229 тысяч пенсионеров. Из них более 430 человек находятся в центрах по оказанию специальных услуг городов Текеле и Капшагай. Им оказывается полный спектр соцобеспечения. «Почет и уважение» День пожилых людей отметили в Ассамблее народа Казахстана Алматинской области. Традиционное мероприятие прошло в стенах Дома дружбы города Талдукурган. На встречу собрались представители старшего поколения разных национальностей, которые еще раз доказали, что они молоды душой. Прекрасные, добрые, улыбающиеся лица совершенно не портят морщины. Они лишь подчеркивают, что за плечами у этих людей богатый жизненный опыт. Гости праздника – члены Советов старейшин этнокультурных объединений области. Ассамблеи народа Казахстана традиционно проводится праздник ко Дню пожилых людей. И вот уже 8 лет его инициатором выступает областной еврейский культурно-благотворительный центр «АВИФ». И у нашего народа, и у всех народов, населяющих Казахстан, я думаю, есть такая культура, что уважай старших. Я думаю, что мы должны отдавать дань уважения нашим старшим, которые сделали все для того, чтобы мы жили сейчас в нашей стране, в мире и согласии. Многие из приглашенных стояли у истоков создания уникального института дружбы. Они и сегодня стараются участвовать в деятельности Ассамблеи народа Казахстана и вносить свою лепту в укрепление единства народа нашей страны. И на этот раз представители советов старейшин с удовольствием приняли участие в мероприятии. Как приятно всем нам, пожилым людям, что нас периодически все-таки вспоминают, приглашают на мероприятие такого масштаба, где мы вспоминаем свою молодость, вспоминаем свои года, когда мы были молодыми. Самое главное – это именно общение для нашего возраста. Поэтому мы сегодня очень рады здесь собраться в Доме дружбы. Я хотел бы всех поздравить с таким праздником. День пожилых людей практически я считаю себе молодым, хотя уже под 80. Здоровье зависит только от нашего общения. Для представителей старшего поколения этот праздник – замечательный повод встретиться, вспомнить былые годы и еще раз доказать, что возраст для них – не помеха. Надежда Белова, Аблай Кутекпай, телеканал ЖТСУ. В наседании потомкам в Талдукургане состоялось торжественное открытие мемориальных табличек, посвященных общественным деятелям и ветеранам труда Жадыгеру Шайхину, Садыбалу Кенесову и Ковесу Ахалбаеву. В митинге приняли участие Аким города Талдукурган, представители Совета ветеранов и родственники знаменитых деятелей. В стену дома, в котором в разные годы проживали именитые личности, теперь украшают три мемориальные доски. Как отметили гости мероприятия, Жадыгер Шайхин, Садыбалу Кенесов и Ковесу Ахалбаев являются достойнейшими гражданами, внесшими неоценимый вклад в развитие региона. Они – яркий пример для подрастающего поколения. Напомним, по инициативе Совета ветеранов в областном центре запущена акция по установке мемориальных досок в честь почетных граждан Талдукургана. Весь жизненный путь наш папы, трудовой путь был посвящен народу. Это пример для подрастающего поколения. Трудовой путь останется в доброй памяти его соратников, друзей. Большое спасибо Акимату города, Совету ветеранов за эту добрую память. Крупнейшая компания в индустрии развлечений Уолт Дисней сообщила о планах сократить 28 тысяч сотрудников ее тематических парков в США на фоне кризиса, связанного с COVID-19. Об этом стало известно после того, как власти Калифорнии дали понять, что Диснейленд Ресорт в Анахайме – самый первый из тематических парков Уолта Диснея – не откроется в обозримом будущем. Дисней отмечает, что негативное воздействие пандемии усугубилось в Калифорнии из-за нежелания властей штата снимать ограничения, которые позволили бы возобновить работу Диснейленд. Тем временем Армения и Азербайджан отвергают призывы международного сообщества сесть за стол переговоров. На фоне четвертого дня ожесточенных боев в районе Нагорно-Карабахского конфликта в Ереване у военкоматов выстраивались добровольцы. Такая же картина наблюдалась и в Баку, где мужчины толпились в очередях у призывных пунктов. Минобороны Азербайджана заявила об обстреле армянскими силами города Тер-Тер, расположенного недалеко от линии соприкосновения в Карабахе. По данным оборонного ведомства, есть раненые, гражданской инфраструктуре нанесен ущерб. По данным армянских СМИ, с начала ведения боевых действий число погибших с армянской стороны составило 104 человека, 81 военный и 23 мирных жителя. Азербайджан о своих боевых потерях не сообщает. Вторая российская вакцина от коронавируса препарат Новосибирского центра «Вектор» официально получила патенты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы интеллектуальной собственности. Препарат получил название «Эпиваккорона». Отмечается, что вакцина «Вектора» отличается тем, что содержит фрагменты вируса, синтетические пептидные антигены, которые вызывают иммунную реакцию против COVID-19 и в дальнейшем способствуют развитию иммунитета. Центр «Вектор» 24 июля получил разрешение Минздрава Российской Федерации на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Первый доброволец был привит 27 июля. Соключительная группа из 20 добровольцев, участвовавших в клинических исследованиях, была выписана из стационара 8 сентября. Матчи чемпионата Казахстана по баскетболу отложены на неопределенный срок. Ранее сообщалось, что игры состоятся в сентябре. Теперь судьба соревнований решится 5 октября на собрании всех спортивных федераций по игровым видам спорта в Министерстве культуры и спорта Республики Казахстан. Несмотря на это, женская баскетбольная команда Алматинской области «Эстю США» продолжает тренировки. Прошлый сезон команда Алматинской области отыграла успешно, завоевав первое место в чемпионате Казахстана в группе «Б». По сути, «Эстю США» должна была перейти в группу «А», однако изменения коснулись и количества команд. Теперь будет общий единый национальный чемпионат страны. Это связано с тем, что из-за пандемии коронавирусной инфекции нескольким клубам ограничили финансирование, и они не смогли выставить составы. Теперь у сборной появился шанс войти в тройку лидеров в турнирной таблице Национальной лиги. Самое главное сейчас ждем, чтобы чемпионаты именно состоялись. Самое главное, чтобы они были, в принципе, готовы завоевывать в этом году Казахстан уже очередной раз. Также мы планируем привести с пары чемпионатов Казахстана медали. Какой ценности уже покажет, насколько подготовлена команда. Между тем, баскетбольная команда «Эстю США» продолжает тренировки. Прошли два учебно-тренировочных сбора, направленных на общую физическую подготовку. Сейчас в основном тренировки идут на технико-тактическую составляющую. Несмотря на карантин, мы занимались и дистанционно, и на улице. Потом, как разрешили заходить в залы, мы сразу же поехали в Текили. Тренировки были нелегкими, потому что все расслабились из-за карантина. Но нам это не помешало снова набрать ту же форму, которая была у нас раньше. Необходимо отметить, что в составе команды Алматинской области играют и спортсменки, входящие в национальную сборную. И если чемпионат Азии состоится, то наши баскетболистки подойдут к играм в полной готовности, заверяют тренеры. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всего доброго. Продолжение следует...